Всем привет, мои хорошие! С вами Ага Эмили. И сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. И сегодня у нас будет филе форели. Тут прям, знаете, олигархия пошла. Олигарх, олигарх. Так, почему я его купила? Очень дорого стоила, если честно. И на самом деле это шутка. И я филе форели ем в третий раз в своей жизни. Но мне оно на самом деле очень-очень нравится. Вот, буду есть такими вот палочками. Хотя это не очень удобно, но зато очень эстетично и красиво. И будем макать в наршараб. Как вы уже поняли, я все макаю в наршараб. Кто любит роллы, кому 100% это понравится. Я где-то лет, наверное, до 16 ни разу не пробовала филе форели. Другие разновидности красной рыбы я пробовала. Но что касается именно форели, почему-то мы ее обошли стороной. Здесь у нас, значит, сок. Какую соку, смотрите, я приготовила целую бутылку. Я вам прям из супермаркета, прямой эфир, сразу выставляла историю. Как, что я покупаю. Я просто знаю, что многим нравится, поэтому обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы не пропустить. Вчера выложила два видео, а я заметила, что люди смотрят. Я так подумала, если люди смотрят, почему бы не снимать по два видео в день. Правда, не всегда будет получаться, поэтому я боюсь что-то обещать. Но в любом случае я буду стараться. Помидоры, огурцы какие дорогие. Это вообще умереть не встать, ребята. Мы раньше за один манат покупали 3 килограмма огурцов, а сейчас 1 килограмм стоит 3 маната. Но эти все витаминчики так хочется. Я прям не могу. Совсем забыла. Что же у нас здесь лимон просто так стоит. Мы будем вот так вот поливать. Так вкуснее. Еще у меня здесь мои любимые маслины. Вчера ночью встала. Сейчас ночью я спала. У меня потом приснился ужас. Как вы думаете, что я сделала? Я пошла к холодильнику. Вытащила себя из банки маслины. И начала заедать свой стресс. Покушала, мне прям легче стало. Рыбка прям, что надо. Очень-очень аппетитно выглядит. А какая вкусная. Вообще супер. Меня брат всегда ругает. Кажется, ты каждый раз хвалишь еду, ты не можешь критиковать. Как обломов. Я говорю, мне вкусно. Я не могу. Я говорю, ну как можно? Это грех сказать, что это невкусно. Это просто форель на меня обидится. Она просто сейчас встанет и скажет, побойся бог, гайка. Что значит, я невкусная? Я же вкусная. И форель будет права. Так. Давайте поотвечаю на ваши вопросы. Такой вот еще момент. Раньше я просила вас задать вопросы. И в результате отвечала только на 2-3 вопросы. Все остальные оставались. После съемки видео я видела, что ой, какие интересные вопросы мне задали. Но уже было поздняк метаться, потому что я видео уже сняла. Теперь я взяла новую тактику. И теперь я просто скриню. Один раз спрашиваю вас, чтобы вы задали мне вопросы. Потом все вопросы, которые были, я их скриню. И потихоньку в следующих своих видео отвечаю на все эти вопросы. М-м-м-м, вкусняшка. М-м-м-м, вкусняшка. Здесь вот такой вот интересный вопрос. Девушка задает Дарье. Она говорит, правда ли, что у вас в Азербайджане очень часто женятся на родственниках? Я бы не сказала, что это происходит часто. Еще, кстати, Дарья спрашивает, мой парень, это мой родственник? Нет. То есть мы не родственники. Но Дашенька такое часто встречается. Не в городе, в Баку. А где-то в деревнях. У меня, например, мой двоюродный брат женился на своей двоюродной сестре. И они очень даже счастливы. Живут вместе уже сколько лет. Дети у них здоровые. Все отлично. Гармония. Так что не всегда это плохо. Но для меня, я как-то смотрю на своих двоюродных братьев. И для меня они как родные братья. Вот я не могу, честно. Я не могу представить, что я выхожу замуж за двоюродного брата. Да и не было такого, что какой-то мой двоюродный брат мне сделал там предложение, признался в любви. У нас более, знаете, такая современная семья. Некоторые вот в комментариях мне пишут. Айка, почему ты не делаешь намаз? Вот как твой брат относится к тому, что ты не делаешь намаз? Айка, почему ты не покрытая? Ты же мусульманка. Во-первых, в религии нету вынуждения. То есть кто хочет, тот покрывается. Кто не хочет, тот нет. У меня, например, папа категорически просто против религии. Вот. Он вообще очень негативно относится к людям, которые пытаются внушить религию кому-то. Я выросла в такой семье. У меня брат очень современных взглядов на жизнь. То есть, в общем, семья далека от религии. Смотрите, как быстро выпила. Ребята, кстати, пишите в комментариях, где можно купить большой бокал. Очень хочу купить себе. Ну, прям огромный. Знаете, я видела видео, по-моему, у Ивлеевой, да? Вроде как у нее. У нее был огромный такой бокал, как аквариум. И вот я просто для Стёба хочу купить такой. И вот с него пить. С лимоном вообще очень вкусно. Следующий вопрос. Когда видео с Фатей? Мы вот недавно с ней виделись, но мы не снимали ничего. Я ее периодически вижу. Постоянно мы с ней переписываемся, общаемся. Ну, так получается, что раньше мы каждый раз, когда виделись, мы обязательно снимали видео. Сейчас немножечко все поменялось. Сейчас мы, например, можем увидеться просто даже без видео. Вот она в прошлый раз ко мне зашла. И даже не было намека на видео. Следующий вопрос. Как ты пришла к такому направлению, как мукбанг? Да, случайно, если честно. Я тогда еще вообще не смотрела мукбангеров. И вообще не знала, что есть такой род деятельности. Просто мы как-то с моей подругой решили снять видео про роллы. И оно очень хорошо набрало просмотров. И мы решили продолжить в этом направлении. Я надеюсь, что здесь косточек нет. Смотрите, косточки. Я даже не знала, что у форели есть кости. Вкусняши просто. Этот кусок прям был весь в костях. В общем, какого-то целенаправленного. Знаете, вот мы увидели, например, у Марины эти видео. И начали снимать подобные. Нет, такого не было. То есть мы просто сняли роллы. И они очень хорошо набрали. Мы решили продолжить. Все писали, круто, интересно. Потом я начала одна снимать. Как-то все писали, что нет, одна не то. Лучше, когда вот прикалываетесь между собой. Вот так интереснее. Да, я сама тоже смотрела, что так интереснее. Но по времени не очень получалось. Понимаете, мы каждый раз не можем встречаться только из-за видео. Иногда хочется просто увидеться. Пойти где-то посидеть. Пообщаться. Просто напиток осушила, как колодец. Ешо. Хочу ешо. После нашей рабы у вас зубы будут невероятно серые. Но после того, как вы один раз почистите зубы, все наладится. Так что не переживаем, ребята. Не переживаем. Доверьтесь мне. Так. Берем. Вот так вот. Макаем. Кушаем. С лимоном вкуснее намного. Следующий вопрос. Будешь ли ты снимать про косметику? Как вы знаете, я начала снимать видео именно про косметику, про влоги, вот что такое. А потом перешла уже на мукбанки. И если честно, сейчас уже возвращаться к тематике косметики я не хочу. Во-первых, я не такой профи в макияже. Во-вторых, я иногда во влогах показываю какие-то косметические новинки. Там, не знаю, собирайте со мной там макияж, могу снять и так далее. Но чисто свой блог превращать в какой-то бьюти-блог я не хочу. Я задумываюсь о том, чтобы создать канал именно влоговый. Но чисто косметические не хочу. Я могу иногда посмотреть косметические видео. Снимать про косметику у меня нет. И в ближайшее время, я думаю, что не будет. Ну, нет у меня такого таланта. Ну, не умею я хорошо краситься. Ну, что сделать? Я иногда смотрю американских блогеров. Я прям восхищаюсь, как они делают мейкап. Как они во всем этом разбираются. Это вообще... В общем, на этом все. Я наелась. Было очень-очень вкусно. Советую вам тоже. И последний вопрос, на который я отвечу. Ты когда-нибудь попадала в аварии? Слава богу, со мной такое никогда не происходило. Ну, у меня у брата в жизни такое было. Он попал в очень серьезную аварию. После чего лечился где-то около трех лет. Поэтому я, если честно, немножко боюсь вообще садиться за руль. Боюсь получать права. Не дай бог, такое может и со мной произойти тоже. На этом все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Может быть, для вас это мелочь. Для меня безумно приятно. Я вас очень-очень сильно люблю. С вами была Ика Эмили. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.